Награды получены, задачи озвучены. В Ледовом дворце Чебоксара-Арена прошла церемония вручения игрокам, тренерскому составу и руководству столичных богатырей бронзовых медалей первенства высшей хоккейной лиги страны. На праздники, где были озвучены задачи на следующий сезон, побывал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Церемония вручения наград первенства высшей хоккейной лиги страны пришлась на Лазареву субботу. В православии дата воскрешения праведника. Так что болельщики, пришедшие на церемонию, ждали ответа на главный вопрос. Быть или не быть клубу? Объявляю в целом, команда будет выступать на следующий сезон. Продолжение было озвучено и задачи на сезон 2019-2020 годов для клуба с трехлетней историей. Четвертый сезон в первенстве ВХЛ должен стать весьма бравурным. Мы ставим задачу команд на чемпионство в следующем году. Однозначно другого у нас не будет. Задача архи сложная, требующая слаженной работы команды столичной администрации и республиканской власти. Мы в стране от хоккея не останемся, потому что хоккей у нас удался в городе, хоккей у нас развивается. Есть определенные посылки для лучших показателей хоккея. Под аплодисменты болельщиков бронзовой медали первенства высшей хоккейной лиги России были вручены тренерскому штабу, врачу, игрокам и руководству клуба. Нам уже после церемонии награждения удалось пообщаться с одним из кандидатов на пост главного тренера столичных богатырей. Встречались с главой администрацией Чебоксара Алексеем Олеговичем Ладоговым. Поступило предложение принять команду, но пока это предложение не озвучено, поэтому я считаю об этом говорить еще рано. Церемония награждения и общения с болельщиками и хоккеистами столичных богатырей завершилась под мелодию Life is Life. Что жизнь есть жизнь. И мы будем жить лето в надежде на то, что осенью увидим любимую команду в списке участников первенства высшей хоккейной лиги страны. Вячеслав Ильин, Екатерина Ингалакова, Вести Чуваша.